Можете одной рукой проверять, следить, как я работаю? Каково это – передвигаться по городу, не видя, куда идёшь? Или не иметь возможности словами выразить свои эмоции и элементарно попросить о помощи? Ответы на эти вопросы теперь могут дать участники инклюзивного фестиваля «Парусадуха» Волжской Венеции, который в течение двух дней проходил в нашем регионе. В парке «Энергетик» в первый день состоялся семинар, который был наполнен не только важной информацией, но и практическими элементами. Многие стали участниками эксперимента. Завязав глаза, они взяли в руки трости. Первое ощущение – страх, а потом… Страх кончился, потому что, а что смысл бояться, всё равно непонятно, куда ты придёшь. И, собственно, все цели как бы даже обнулились. Что мелкое, оно сразу как бы отсеивается в этом состоянии. А потом стало легко, стало легко идти за кем-то, но второй страх возник, когда ты кого-то ведёшь, и ты при этом не видишь, и ты первый раз в трости. Другие попытались понять, как живётся тем, кто передвигается на инвалидной коляске. Тоже была колясочница сегодня немой, что очень сложно сделать вообще, когда хочется сказать, хочется помочь, объяснить как-то по-другому. Но я пришла к выводу, что надо доверять людям. Фестиваль «Паруса Духа» при поддержке Балаковской АЭС и концерна «Росэнергоатом» проходит в нашем регионе уже в четвёртый раз. И постоянный гость мероприятия – руководитель организации «Белая трость» Олег Колпасчиков уже замечает изменения в отношении общества к людям с ограниченными возможностями. Культура меняется 7 лет. 7-8 лет. У нас «Паруса Духа» – четвёртый год. Поэтому вот сейчас у нас как раз такие глобальные системные изменения. Начинают уже говорить о конкретных проектах. Давайте сделаем Балаково, там, доступный пляж, давайте его сделаем вот в этом месте. А скажите, а как нам сделать реабилитационный центр, в котором будут инвалиды не реабилитироваться, а в котором будут инвалиды реабилитировать здоровых людей? Представляете? На вопрос, какой город нашей страны наиболее успешен в плане инклюзии, Олег Колпасчиков, даже не задумываясь, отвечает. Самый успешный город – это Балаково. Почему? Потому что самое главное же нигде самый большой уровень, а где постоянно идут изменения. Понимаете? Ну вот, казалось бы, там Германия – рай для инвалидов, но там изменения уже… там некуда идти. А мы говорим о том, что вот та инклюзивная культура, которую мы строим, ей есть куда развиваться. И самое главное – нигде какой уровень, а самое главное – это систематические, постоянные изменения. То есть мериться надо не тем, что есть, а мериться надо уровнем движения. Показателем уверенного движения к инклюзии в нашем городе и области можно назвать то, что участники «Порсов Духа» уже начинают придумывать собственные проекты, то есть вливаются в жизнь Балакова. Например, ребята из местного общества инвалидов выезжают на городские праздники и устраивают для жителей спортивные и игровые мероприятия, получают положительные отзывы. Все мероприятия проводятся в инклюзии, и это очень полезно не только для нас, но и нашему городу, нашему району и нашему региону. Играем с детьми, со взрослыми, приглашаем себя в клубы, проводим мероприятия открытого типа и никогда не говорим, что это общество с инвалидами. Мы просто показываем то, что мы есть, мы просто ведем свою работу и делаем полезное дело. А жители действительно благодаря таким фестивалям начинают лучше понимать людей с ограниченными возможностями. И яркий пример – регата, где под парусами духов в плавании вышли инклюзивные команды. Вместе они покоряли водную стихию, доказывая, что возможности каждого, в общем-то, безграничны. Смыли тот стереотип, что есть те или иные ограниченные возможности. Этого нет. Когда есть желание, немножечко трудолюбие и сильная команда, которая окружает нас. Концерн является сильной командой. И все, кто здесь, все точно так же являются единой сильной командой. Парусная регата проходила в Саратове на Новой набережной, где также развернулись различные площадки. На сцене выступали музыкальные группы, а по соседству волонтеры проводили викторины. И участниками фестиваля становились все жители, которые в это время оказались на набережной. Мы хотим привлечь к этому проекту действительно наших руководителей области, региона, для того, чтобы все понимали значимость этой работы, значимость того, что нужно оказывать внимание людям с ограниченными возможностями. В следующем году, естественно, мы будем продолжать эту работу, но она будет немного другая. У нас ежегодно в Калининграде проходит уже итоговая такая стратегическая сессия, на которую собираются все координаторы проектов. Вот сейчас это пять атомных городов России, и мы все будем в Калининграде совещаться и строить перспективы на будущий год. И, конечно, мы будем уже изменять наш проект, будем вводить какие-то новые интересные вещи. Участниками парусной регаты стали около ста человек. Всего же за два дня фестиваль объединил более трех тысяч жителей Саратовской области и сделал возможным реальное включение людей с инвалидностью в активную общественную жизнь.